всем привет вы на канале худеем вместе стане худышкой спасибо вам большое что заходите на мой канал мне это очень приятно и сегодня я хочу с вами поговорить и хочу поговорить на тему жиров так сколько же жиров нужно употреблять на кето питание то есть мы должны понимать что мы хотим похудеть или просто удерживать вес вот эти вот пропорции 75 25 75 процентов калорий мы должны получать из жиров 20 процентов калорий из белков и 5 процентов остается мы должны получать углеводов и конечно же не нужно путать проценты калорий от грамма и конечно очень многих людей пугает вот это вот такое отношение что что 75 процентов жиров мы должны употреблять на кето типа это страшно это много что употребление такого количества жира приводит там закупорки сосудов или же сердечно сосудистым заболеваниям но вы знаете сейчас много очень информация в интернете вся информация открыта и вот по информации великих врачей кстати не наших врачей это большое заблуждение что жиры наносят вред нашим сосудам и на и нашей сердечно-сосудистой системе не жиры беда всех болезней а проблемы с и сердцем и сосудами это прежде всего от углеводов от углеводистой пищи то есть когда мы потребляем вот такое огромное количество углеводов и углеводистой пищи то есть всякой мусорной еды то практически все время вырабатывается инсулин то есть инсулин все время в поднятом состоянии в этом и есть причина вот этих заболеваний и вы знаете прелесть кетогенной диеты наверное в том что уровни уровень сахара и уровень инсулина приходит к нормальным показателям и благодаря тому что сахар уровень сахара и инсулина нормальный жир не принесет нашему организму проблем то есть ну конечно это говорится о том что если мы соблюдаем кето диету там или кето питание и если например говорить сколько так сколько же жира нужно нашему организму вы знаете нужно найти вот такой определенный баланс жира то есть жира употреблять тоже много не надо то есть жиров употреблять тоже очень много не надо избыток жира тоже не приносит здоровье нашему организму но и когда мало мы съедаем жиров то это тоже не есть хорошо потому что мы будем чувствовать голод до следующего приема пищи а так как в основном на кето мы придерживаемся интервального голодания то есть например у нас два приема пищи то мы должны съедать жиров столько чтобы нам хватило продержаться до следующего приема пищи то есть чтобы мы не испытывали голода чтобы мы не хватали каких-то перекусиков то есть чтобы нас было стандартно например там два приема пищи мы поели жиростока поели больше всего насыщает жир и поэтому мы должны найти вот такой баланс сколько мы должны жира съедать за прием пищи то есть если мы например за завтраком съедим мало жира то нам будет сложно продержаться до вечера до следующего приема пищи а на кетогенной диете мы не должны чувствовать голод это противоречит этой диете потому что кето диета или кето питание это не голодная диета то есть мы должны есть до насыщения и чтобы нам хватило это до следующего приема пищи конечно жира я должно быть вот норма немного не не больше не меньше избыток жиров не нужен организму потому что избыток жиров перенагружает наш организм например поджелудочную печень желчный пузырь и как раз таки вот эти органы они задействованы в переработке жира как это происходит печень и желчный пузырь перерабатывает всю жирную еду на такие мелкие частицы и в свою очередь уже поджелудочная железа выделяет или вырабатывает фермент липаза и фермент липаза обволакивает всю жирную еду и расщеплять ее еще на более мелкие кусочки и если мы съедаем жиров больше чем нам нужно то организм не будет справляться то есть не будет хватать даже этих ферментов чтобы переработать эту еду и еще знаете есть такая информация что конечно самое большое количество жиров нужно в самом начале кетогенной диеты потому что когда уже ваш организм будет в кетозе и он настроиться на сжигание жира то есть это будет как такая машина по сжиганию жира тогда уже жиров нужно будет меньше и тогда уже будет чувствоваться голод тоже меньше потому что организм все равно перерабатывать жиры ему не важно он перерабатывает жир тот который у нас там на бедрах на животе или еще по всему организму или же тот жир который поступает в организм с едой но мы помним что наша цель быть здоровым и конечно же похудеть мы опять же должны понимать что когда мы находимся в китозе а цель то у нас похудеть то мы не должны употреблять много жиров чтобы организм сжигал жиры наши собственные которые у нас там на боках на бедрах они те которые приходят в организм с едой поэтому уже потом когда уже наладится весь процесс когда мы будем в китозе нам не нужно очень много жиров но если на цель похудеть то есть нужно следить за собой чтобы не получилось вроде мы находимся в китозе едим много жиров но похудение не наступает то есть тогда нужно урезать жиры и особенно жиры нужно урезать на ужин то есть чтобы мы ложились спать и наш организм перерабатывал наши собственные жиры они те жиры которые поступили с едой но вы потом сами придете к тому что с сколько нужно есть жиров то есть вы насытились и достаточно и вы знаете еще некоторые люди делают ошибки такие что они переходят на кето диету точно кетогенное питание но не используют интервальное голодание и это по сути ошибка потому что они вроде едят продукты которые подходят под кето но они едят пять раз три основных приема пищи плюс там три каких-то перекуса плюс еще там закидывание в рот всяких вкусняшек то есть вроде все подходит под кето питание но рот не закрывается и это тоже проблема и получается несмотря на то что употребляются продукты которые подходят под кето но инсулин выделяется при каждом каждом употребление еды и то есть получается что мы закинули еду какую-то в рот и сахар поднялся а так как сахар поднялся поднялся и инсулин то есть инсулин должен гасить вот этот высокий сахар как только мы что-то съели там через какой-то там час полтора опять сахар снизился мы опять что-то в закидываем опять сахар поднимается инсулин вырабатывается и то есть получается вот все время вот такие вот подъемы и спада этого сахара и выработка инсулина а когда инсулин вырабатывается мы уже знаем что инсулин это гормон который препятствует похудению то есть получается перегружается организм и похудения никакого не будет вроде мы едим продукты которые подходят под кето похудения нет и больше всего эта причина в том что у нас все время не закрывается рот чтобы все время что-то едим что что-то жуем то есть при кето питание нужно обязательно переходить на интервальное голодание я для себя выбрала интервальное голодание в режиме 16 на 8 то есть 16 часов это голод 8 часов это окно для приема пищи ну то есть у меня получается завтрак например там с 10 до 12 но обычно там пока то другое это у меня завтрак как-то там в 11 в 12 в основном ну я уже стараюсь придерживаться чтобы ужин у меня был где-то там 17 до 18 но тоже иногда бывает там и в 19 но вот это и есть интервальное голодание и в промежутке между едой у меня нет никаких вообще перекус единственно что я могу это сделать там кофе себе или чай и я пью чай кофе без всяких вкусняшек а вообще ничего не ем с кофе или же там чаем если мне нужно съесть орешки значит я эти орешки добавляю к основному приему пищи если я им творог я у меня нет перекуса например с творога потому что творог очень сильно поднимает сахар и инсулин конечно творог нужно брать чем жирнее тем лучше и еще лучше приправлять его там жирной сметаной там или сливками жирными почему потому что если к творогу добавлять жирные компоненты то как это правильно сказать вот этот гликемический индекс творога он как бы понижается то есть жиры гасят высокий индекс творога я думаю мне кажется что я объяснила понятно то есть мы понимаем что у нас должно быть там например двухразовое питание или на всякий случай уже трехразовое питание потому что некоторые не могут на двухразовое перейти только четко трехразовые без всяких перекусов если мы хотим съесть какую-то вкусняшку потому что мы должны поощрять себя вкусняшками потому что если мы не будем ничего есть вкусное то нам такое питание очень быстро надоест потому что в прошлой жизни мы закидывали в себя очень много всего вкусного углеводистого если сейчас нам все себе отказывать то конечно надоест это питание и мы скажем да ну нафиг лучше буду жить есть как хотеть и буду наслаждаться жизнью то есть такое чувство что наслаждение жизни это только зависит от питания от еды но это совсем не так то есть когда у нас двухразовое питание пример позавтракали мы к завтраку присоединили все наши вкусняшки которые мы хотим съесть пора чтобы порадовать себя и все и больше дальше у нас никаких перекусов до самого ужина в таком случае наш инсулин поднимется только всего один раз вот когда мы поели он поднялся через там полтора два часа он опустился этот инсулин мы больше ничего не закидываем в себя то есть мы не даем обратного скачка сахара обратного скачка инсулина и у нас начинается процесс похудения конечно есть информация что процесс похудения процесс сжигания жиров больше всего это ночное время вот то есть когда мы ничего не закидываем инсулин нас на инсулин наш уходит на самый нижний уровень у нас еды больше не поступает и у нас начинается процесс похудения а мы же здесь все ради того чтобы похудеть то есть то что нам нужно то что доктор прописал ну вот наверное основное рассказала все мы должны понять что это питание мы должны обязательно совмещать с интервальным голоданием вот обязательно и тогда у нас процесс похудения пойдет если мы должны еще усвоить себе что мы не должны переедать мы должны кушать до насыщения но это не значит что мы едим до того момента что мы уже не можем выйти со стола что мы уже выползаем со стола до того дивана то есть так не должно быть потому что переедание не добавит здоровья нашему организму но если вдруг так случилось что мы там что-то переели вот не смогли остановиться тогда мы опять же должны понимать что вот эти съеденные лишние калории мы должны отработать как очень просто мы идем и шагаем шагаем тысяч 10 шагов ну или хотя бы 78 еще на прогулке надо позаниматься там руками ногами то есть мы должны отработать все вот эти лишние съеденные к калории то есть гимнастикой шагами там какими-то упражнениями чтобы помочь организму нашему лучше справиться с избытком еды и и еще на начальном этапе нам нужно как-то больше жиров потому что наш организм все еще зависит от углеводов от прошлой жизни но нужно конечно стараться уходить от углеводов и наш организм начнет адаптироваться к такому питанию и нам уже будет легче дожидаться следующего приема пищи самое главное чтобы мы не чувствовали голод на этой диете чтобы у нас вдруг не было срывов а теперь давайте разберемся так как же высчитывать жиры на нашем кето питание первых мы должны знать так сколько же нам по нашим параметрам нужно калорий в день это узнать очень просто то есть в дядьку google такой есть мы идем и скачиваем любое приложение вот любое какой вам понравится можно скачать 2 забиваем свои параметры рост вес там возраст и стиль нашей жизни то есть мы у нас есть и вот когда мы даже будем знать приблизительно свой калораж то есть сколько нам нужно калорий нам намного будет легче разобраться например я пользовалась приложением где-то недели две но может быть от силы 3 я начала понимать сколько в куски мяса белков жиров или например там сколько в двух яйцах белков жиров еду я практически всегда накладывала в одну и ту же тарелку чтобы было понимание что сколько опять же ну визуально нужно жиров белков и и вот я вам покажу вот вне тарелка диаметр диаметр 25 сантиметров я вот тарелку делила наполовину вот так вот на одну половинку я кладу салат то есть если салата будет больше вообще это будет чудесно но я пришла к выводу что где-то салата должно быть вот на порцию на один прием пищи где-то 200 250 грамм то есть это нормально то есть половина у меня было это салат ну и вот эта половина отводилась жирам и белкам любом куски мяса в куски рыбе например в яйца есть и белки и жиры то есть и визуально и мне не надо вот вот такую гору накладывать потому что я знаю что мне вот этой еды мне у меня будет насыщение до следующего приема пищи и вы знаете когда вот так вот используешь тарелку то есть приходит очень быстро понимание сколько чего нужно и мне потом уже было лень просто заполнять это приложение вот и кстати у нас на русском языке нету приложений которые относятся именно к это питанию они есть только на английском языке но английского я не знаю поэтому я пользовалась нашим приложением но мне конечно там выдавала углеводов 120 в день но я понимала что это не кето и я старалась углеводов есть конечно меньше то есть для меня приложение было чисто для того чтобы чтобы посмотреть сколько в каком продукте жиров и белков и конечно это наглядно тоже помогает то что если чего-то не хватает то можно добавить когда мы готовим еду то в это приложение нужно забивать вот буквально все 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 продукты потом и уже приложение потом выдает сколько будет например в каком-то блюде сколько будет калорий сколько будет белков жиров и углеводов и уже ориентируясь на это можно было бы Even Tata можно добавить там жиров или белков допустим если не хватает жиров то можно добавить там кусочек сала допустим и кусочек сливочного масла точно также и белков не хватает белков и значит можно добавить там творог или там выпить что-нибудь такое творожное вкусное и вот сейчас самый такой насущный вопрос так как же определить вот этих 75 процентов жиров 20 процентов белков и углеводы мы не должны путать калории и граммы 75 процентов жиров это не значит 75 грамм жира и точно также и белков мы узнаем какой колораж нам нужно в день и 75 процентов мы должны получить жиров от этого колоража от дневного колоража и мы должны знать и для того чтобы это все высчитать мы должны знать что 1 грамм жиров это 9 калорий а 1 грамм белка и грамм углевода это 4 калории и вот если для меня сейчас нужно 1300 калорий то 75 процентов от 1300 это будет 975 калорий это должно приходиться на жиры то есть 975 калорий мы должны получать из жиров и мы уже знаем что 1 грамм жиров равен 9 калориям и вот этих 975 калорий мы делим на 9 и мы получаем что мне нужно в день то есть на целый день мне нужно 108 грамм жиров и так как у меня двухразовое питание то я могу разделить эти жиры на два раза то есть ну по 50 образно 4 грамма но бывает так что например в один прием пищи я съедаю там 60 грамм или 70 грамм жиров если это контролировать и особенно по приложению то например на второй прием пищи я там съем там 30-40 грамм жиров то есть ну не нужно уже совсем вот дрожать от этой неправильно съеденной калории то есть я этого не придерживаюсь у меня есть чисто понимание что вот нужно столько калорий если чуть чуть больше чуть меньше это для меня лично это совсем не страшно если я понимаю что я переела у меня есть физ нагрузки и я понимаю что я это отрабатываю как то так ну я думаю вы поняли как считать жиры а теперь давайте попробуем посчитать белки белки можно посчитать по такой же схеме но это будет чуть чуть неправильно то есть если человек в большом весе то ему нужно как это высчитать количество белка из своего типа идеального веса а идеальный вес высчитывается рост минус 100 и получается идеальный вес вот например у меня мой рост 162 минус 100 получается 62 килограмма мой идеальный вес то есть в настоящее время у меня прям таки идеальный вес у меня сейчас вес там 61 62 килограмма то есть по сути мне уже не худеть не полнеть вообще не нужно я в идеальном весе и вот белок уже рассчитывается немножко по-другому то есть белка нужно человеку 0,8 грамма на килограмм массы то есть есть у меня сейчас 61 там 62 килограмма и 08 белка значит мне нужно 50 грамм белка в день то есть на моих два приема пищи мы уже знаем что один грамм белка равен 4 калориям то есть получается у меня 1300 калорий на весь день 975 калорий приходится на жиры 200 калорий приходится на белки то есть 2 975 и 200 это получается 1175 а у меня 1300 калорий 1300 отнимаем 1175 получается у меня 125 калорий приходится мне на углеводы один углевод равен 4 калориям и вот этих 125 калорий мы делим на 4 и получаем где-то там 30 грамм не нужно в день то есть для меня это будет нормальное такое соотношение но если мы на строгом кето и если мы хотим похудеть значит мы свои углеводы стараемся придерживаться ну как на строгом кето до 20 грамм углеводов в день тогда мы входим в режим кетоза и уже находясь кетозе наш организм будет уже сжигать собственные жиры мы уже будем получать другую энергию не в виде наших употребляемых углеводов организме будут вырабатываться кетоны и это новая энергия и вот получается что для меня для нормального похудения мне нужно 108 грамм жиров 50 грамм белков и 30 грамм углеводов но это для меня в моем весе в весе 61 килограмм конечно если у вас другой вес другие параметры естественно у вас не будет совсем другое значение то есть скачивайте приложение забивайте свои параметры и все будет нормально и вы будете знать и будете ориентироваться как начать питаться ну вот и теперь скажу например откуда брать нам столько жиров а вот смотрите вот вся еда на кето питание это практически такая жирная хорошая еда например мясо жирное мясо вот свинина капитально подходит если берем говядину то берем там с какой-то прослойкой говядину там индейка курица если например мы что-то готовим и мало нам жиров мы понимаем что нам забили в приложении посмотрели и нас у нас мало жиров мы можем например там добавить там того же самого смальца мы можем там заправить салат там оливковым маслом это тоже вид жира добавить авокадо это тоже жир добавить оливки вот это все продукты потом сыры это тоже жирные жирная продукция сливочное масло это тоже жир орехи и орехи желательно брать такие жирные например там макадамия очень хороший орех там в 100 грамме 104 грамма жира то есть это это вообще чудесный орех пекан бразильский орех грецкий орех еще же есть яйца которых тоже есть жир потом семечки них тоже есть же конечно с этим всем не нужно как-то перебарщивать и если мы будем на начальном этапе вот взвешивать все и забивать в это приложение то приложение выдает сколько из какой порции будет у нас там жиров белков и углеводов и вот это очень удобно и когда мы забиваем в это приложение если мы видим что у нас например там не хватает жиров или белков то мы можем что-то добавить и соответственно если мы пользуемся этой программой то мы каждый ингредиент должны вносить в эту программу и программа уже сама высчитает сколько в каком продукте сколько в нашем блюде получится жиров например если мы готовим котлету то мы ну образно вот килограмм фарша мы значит забиваем что там килограмм 900 грамм мяса два яйца соль кабачок или еще что-нибудь все что мы добавляем в этот фарш мы должны вносить в эту программу и уже по итогу и там еще процесс приготовления например там жарко или тушение или варкой что мы мы тоже ставим галочку и уже приложение выдает сколько у нас получится жиров белков и углеводов в этом продукте но это например там килограмм потом когда мы уже готовим котлету мы просто вбиваем вот эту вес этой котлеты там например 2 котлет там 200 грамм и нам опять же приложение выдает исходя из наших забитых параметров когда мы готовили этот продукт приложение выдает сколько у нас получится и жиров и белков и углеводов то есть по сути это очень удобно и понимая вот это мы очень быстро приходим к тому что мы должны накладывать на тарелку то есть визуально уже будем понимать что мы накладываем на тарелку потому что как-то надоедает это все забивать потому что суть кетогенной диеты просто исключить углеводы нам не нужно высчитывать углеводы нам надо по максимуму исключить углеводы те углеводы которые находятся в клетчатке там в зелени ну в салатах мы их вообще не считаем мы должны исключать вот эти все добавленные сахара тогда будет все нормально исключить всю углеводистую еду исключить все сахара и вот когда недельки две-три вы попользуетесь приложением любым приложением а можно скачать даже два и смотреть насколько они правдиво показывают вот когда вы попользуетесь пару недель этим приложением то вы уже будете визуально понимать то есть на глаз вы будете понимать сколько нужно накладывать там салата того или того же там тех же жиров белков то есть это все приходит с опытом ой ой ну наверное рассказала все что знала конечно сумбур в голове но я думаю суть того что я изложила вы поняли то есть когда уже настроиться наш организм на сжигание жиров то конечно жиры не нужно переедать потому что если мы будем переедать и особенно на ночь жиры то наш организм будет сжигать жиры те которые поступили с пищей они свои собственные жиры и так у нас будет приостанавливаться похудение то есть кто заинтересован в похудении значит первой половине дня едим побольше жиров а во второй половине дня поменьше жиров и это будет залог того что будут сжигаться наши собственные жиры и мы придем к своей цели к своей поставленной цели кстати я уже почти дошла и вы знаете сколько раз я уже себе думала ну все буду добавлять какие-то сложные углеводы ну да один раз там добавила гречки один раз добавила макарон и как-то на этом все ну вот я уже привыкла вот к этой еде к такой нормально кетогенной еде меня это так устраивает ну ну наверное конечно все равно вроде понимаю что нужно что-то добавлять потому что вес уже в норме худеть мне уже по сути не очень не надо как-то так рассказала как понимаю я сама если вас что-то смущает что у меня нет медообразования я вот такая вот пытаясь там учить людей зайдите в интернет сейчас не нужно быть врачом чтобы прийти вот к такому пониманию сейчас у нас 21 век на улице мы не должны надеяться на кого-то это было в прошлом то что врачи лечат людей сейчас вы знаете сейчас актуально фраза мне так она понравилась при мне она зашла что врачи лечат болезни а здоровье человек добывается наше здоровье не нужно никому даже вашим врачам это очень редкость что есть такой семейный врач который заботится о вашем здоровье то есть вся информация есть в открытом доступе единственное что нужно ну только определить где реальная информация а где там какой-то там фейк вот и все то есть мы сами себе доктора мы сами налаживаем стоит свое здоровье и свое тело то есть мое тело мое дело а ваше тело ваше дело это уже вы смотрите вы можете не доверять можете не доверять можете информацию проверить а можете чисто поверить мне как хотите если вас много времени идите в интернет и все проверяете ну на этом все всем кто был со мной большое человеческое спасибо за обратную связь и лайки вам также спасибо а за подписку я вам вообще благодарна так вы помогаете продвижение моего канала мне это очень важно потому что это как бы новое веяние у меня мне это интересно пока интересно хотя на это все уходит ну очень много времени поверьте мне мне еще и так много дел все всем мира добра любви всем пока обнимашки обнимашки а вынимашки пока пока